Разговор по чесноку на радио UFM Это уже огромный спектр исследований, разработок и многого другого В будущем нас даже уже ждет персонифицированная медицина Практически под каждого человека, ибо у каждого человека свой ген И все-таки интересно, что же такое генетика И что может быть еще открыто в этой области Чего нам ждать, чего надеяться Именно по вопросам генетики Об этом и о много другом будем говорить С доктором биологических наук, профессором кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии Заведующим отделом научно-образовательного центра фармацевтики Альбетром Анатольевичем Резвановым Добрый вечер Здравствуйте Альберт Анатольевич, первый вопрос Прежде чем мы перейдем к самой генетике Хотелось бы узнать именно ваше прошлое Как вы пришли к этому Насколько я знаю, в 96-м году вы закончили Казанский, тогда еще государственный университет Потом же вы отправились в Америку в 2003-м, закончили по информации И расскажите, пожалуйста, как вообще о вашем пути в целом к этим наукам И как вас занесло, можно сказать, в Соединенные Штаты Америки Да, ну биология всегда была моим хобби Моя мама, она учительница биологии в школе И поэтому, когда, в общем-то, встал вопрос, на какой факультет поступать Я решил поступать на биофак и хотел заниматься генетикой Конечно, естественно, вначале я хотел поступить на кафедру генетики Но потом, проконсультировавшись со старшими коллегами, понял, что на самом деле Молекулярной генетикой занимаются многие разделы биологии И на тот момент наилучшая материально-техническая база была на кафедре микробиологии Я туда поступил, отучился несколько лет Попал в Америку по программе стажировки, обмену учащихся И уже там поступил в аспирантуру и продолжил обучение Правда, не совсем по генетике, а по молекулярной и кличной биологии Но ДНК, то есть гены, это, в общем-то, тоже молекулы Поэтому молекулярная биология или молекулярная генетика очень близкие науке А в 2006 году меня пригласили вернуться в Казанский университет И я уже вот тогда стал, можно сказать, настоящим генетиком Стал доцентом кафедры генетики Казанского университета Защитил докторскую, правда, опять не совсем по генетике, а по биохимии И сейчас, в общем-то, продолжаю работать Не скажу, что я классический генетик Дело в том, что сейчас наука становится междисциплинарной, многогранной Здесь и биохимия, и медицина, и молекулярная биология И, в общем-то, генетика проходит красной нитью через многие науки Ну, так же, как и многие другие науки, проходят красной нитью через генетику А в целом опыт обучения в Соединенных Штатах как вам? Ну, я считаю, что он, конечно же, оказал огромное влияние на меня Российское образование традиционно дает очень серьезное фундаментальное образование То есть вот базовое образование Когда я приехал в Америку и общался с профессорами Они просили рассказать, какие курсы я брал в России И я им рассказал Они были просто в шоке от того объема информации Которую российское образование в меня вложило И поэтому мне было очень просто учиться в аспирантуре в Америке Но, с другой стороны, аспирантура в Америке Она как раз затачивает специалистов под более узкие области И там хорошая была материально-техническая база, оснащенность Именно для того, чтобы стать узким специалистом в определенной области Ну, в моем случае, это вот молекулярная и клетчатая биология И, естественно, весь тот опыт, который я получил сначала в Казанском университете Потом обучаясь и работая за рубежом Мне удалось транслировать То есть применить на практике и в Казани Создав собственную группу, собственную лабораторию И сейчас вот вплоть до отдела в ноцифармацевтике А почему именно генетика? Чем она? Какая у нее, можно сказать, романтика такая, что она завлекла вас к себе? Ну, здесь сложно ответить на такой вопрос Что такое любовь? Объяснить, почему ты полюбил того или иного человека? Так же и генетика Почему я полюбил генетику? Я, на самом деле, люблю науку А генетика – это один из инструментов познавания человека Вначале это было для меня А вот на текущем этапе моей карьеры генетика – это еще и инструменты лечения человека Поэтому стандартные фармакологические, фармацевтические вещи Они, в общем-то, пережили свой бум И сейчас они развиваются Но, скажем так, не так бурно, как развивались раньше Потому что есть определенные ограничения И пока химики не придумали, как обойти эти ограничения В то же время генетика открывает совершенно новые горизонты Это новая терра инкогнито То есть не надо лететь в космос Не надо опускаться в Марианскую впадину Достаточно копнуть внутрь человеческой клетки В человеческий геном Чтобы обнаружить такую вселенную Которую, в общем-то, просто невозможно даже представить размеры этой вселенной И вот у нас появляются сейчас инструменты И мы делаем попытки понять этот генетический язык И понять, как мы можем переписать наш геном Нашу, можно сказать, судьбу Насколько я понимаю, от генетики пошло уже и персонифицированная медицина Такие открытия, да? Да, можно так сказать На самом деле персонифицированная медицина Она была всегда Потому что, конечно же, врач, хороший врач Он всегда спрашивает пациента И смотрит, какие у него симптомы И конкретно назначает пациенту конкретные лекарства К чему он там, аллергия, не аллергия Естественно Тут именно прям по гену, что люди собираются все делать А генетика позволяет, скажем так Вывести вот эту персонифицированную медицину на совершенно новый уровень Когда это из искусства врачевания превращается уже в более, скажем так Инструмент, который любой врач может использовать на полную мощь в своей практике А мы все Что такое персонифицированная медицина? Это все знакомы с ситуацией Когда принимаешь, например, какое-то лекарство Оно тебе не помогает Ну, принимаешь другое лекарство Тоже не помогает А потом нашел вот это вот лекарство Вот оно, твое лекарство Почему? На самом деле это от От, в общем-то, от твоей генетических особенностей От того, какие у тебя белки, какой у тебя метаболизм Но все это записано в нашей книге жизни В наших хромосомах, в нашей ДНК И у врача появляется возможность не эмпирически вот так вот Раз за разом перебирать лекарства А расшифровав, прочитав геном пациента Уже осознанно сказать Какое лекарство и в какой дозе будет работать И не будут ли каких-то побочных эффектов А все-таки, если, допустим, ну, не дай бог, конечно Какая-нибудь ошибка будет врачебная В плане, ну, не так уж правильно он прочитал этот геном Врачебные ошибки, они, к сожалению, всегда присутствуют И они всегда, в общем-то, в любую статистику даже закладываются А методы генетики и методы персонифицированной медицины Направлены на то, чтобы снизить процент подобных ошибок Конечно же, к сожалению, определенные ошибки останутся Но задача наша именно повысить эффективность и безопасность лечения Ну вот с персонифицированной медициной по геному связывают уже ближайшее будущее И помимо того, что будет подбираться тип лечения под каждого человека Чем оно еще будет хорошо для общества? Как вы думаете? Ну, тут помимо лекарств Подбора индивидуального лекарственного препарата Это, ну, из того, что сейчас уже делается Это генетическая диагностика То есть анализ на наличие тех или иных мутаций Которые могут привести к развитию заболеваний Потом есть такое еще понятие Ну, скажем так Подбор рациона питания человека в зависимости от его генетики То есть мы тоже можем уже сейчас помочь Ну, скажем так Делаются первые шаги в том, чтобы на основе генетического паспорта человека Можно было посоветовать ему, какие продукты принимать, либо не принимать Спортивная генетика Когда тоже можно предсказать Человек будет склонен больше к какому виду нагрузок Но здесь есть опасность того, что генетика может использоваться и во вред Например, для дискриминации Вот, например, приходит ребенок в какую-то спортивную секцию Ему делают генетические анализы И говорят, у тебя как бы гены не чемпиона Уходи То есть на самом деле вот именно этого мы пытаемся избежать Наша задача не дискриминация, а сохранение здоровья Приходит ребенок, а ему говорят У тебя, к сожалению, если ты будешь этим заниматься, ты повредишь себе здоровье Ну, потому что, сами знаете, особенно профессиональный спорт, высокие нагрузки И если у тебя не абсолютное здоровье Ты вот такими экстремальными нагрузками можешь себе повредить То есть даже в случае спортивной генетики Здесь мы больше заботимся о здоровье человека А не о его спортивных, скажем так, достижениях Тем более, что мир знает множество примеров Когда люди, скажем так, с определенными либо патологиями, либо болезнями Становились олимпийскими чемпионами Вопреки, скажем так, медицинской науке Поэтому здесь не все зависит от генетики Но генетика может сделать наш мир и наше здравоохранение более безопасным Ну да, вот насчет спортсменов Много было таких случаев, когда с виду он нормальный Он все бегает, идет и случайно Да, умирает на тренировке И оказывается, что у него... И на поле тоже было такое Да, да Ну, перейдем к следующему вопросу Насколько я знаю, вы занимаетесь разработкой генных препаратов, если не ошибаюсь, да? Да, в том числе это одно из направлений Чем отличаются генные препараты от обычных? Ну, такая, скажем, аналогия, притча Если хочешь накормить человека на один день, дай ему рыбу Если хочешь накормить человека на всю жизнь, дай ему удочку и научи рыбачить Вот фармакология классическая, это дать человеку рыбу То есть человек каждый день, ты ему даешь лекарства То есть человек зависит от того, что тебе каждый день дали лекарства Для того, чтобы ты поддерживал, ну, скажем так, здоровый образ жизни Особенно если это наследственные заболевания Ну вот пример Сахарный диабет Когда человек каждый день вынужден принимать инсулин Но ведь инсулин — это что? Это белок Хоть маленький, но белочек А белок, он кодируется, то есть он зашифрован в геноме То есть есть ген, который приводит к синтезу этого белка Так вот, вместо того, чтобы, например, давать человеку белок Как лекарство каждый день Ну, как пример инсулин А можно ввести в его геном программу Так же, как, например, ставить дискету В которой будет записана информация, инструкция для организма Как синтезировать этот белок И тогда уже не нужно будет давать инсулин каждый день Организм будет сам воспроизводить этот инсулин То есть таким образом уже не нужно будет человеку каждый день принимать лекарства Либо другие заболевания Только хочу сказать, что диабет я просто как пример привел Потому что все понимают, что вот инсулин принимается каждый день К сожалению, пока генная терапия вылечить инсулин не может Поэтому ко мне с этим вопросом, пожалуйста, не обращайтесь Не, я где-то слышал и в одном из источников То, что могут придумать такое, что зараженный ген его как-то вылечит Причем с таким свойством, что он будет те клетки, можно сказать так, будет лечить сам То есть передавая от себя к ним Не совсем Существует несколько методов для генной терапии Первый метод – это просто введение гена, так же как дискетку вставить И какое-то время организм будет считывать эту дискету И выполнять определенную программу А другой метод – это когда мы перепрошьем программу всего организма То есть заберемся в геном клетки, вырежем больной ген и, например, вставим здоровый ген Вот это вот направление, оно еще на ранних этапах Есть очень интересные работы научные Но пока мы научились только добавлять ген А вот редактировать в живом организме в целом Это пока только на лабораторных животных На человеке пока таких экспериментов не делается Хорошо, а какие сейчас разработки идут в плане генных препаратов? Ну вот, например, мы разрабатываем препараты, которые То есть этот генный препарат, в нем зашифрованы информации Для того, чтобы организм сам синтезировал белки, которые вызывают рост новых кровеносных сосудов Либо защищают нервы от гибели И такие препараты могут быть использованы для лечения ишемических заболеваний То есть это когда вот нарушение кровоснабжения Потому что этот препарат вызовет рост новых сосудов И, соответственно, приток крови к органу Либо эти препараты защитят наши нервы от гибели Это либо при травмах спинного мозга, периферических нервов Либо нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера Боковой аметрофический склероз То есть основные исследования в нашей лаборатории проводятся Именно по лечению вот этих вот заболеваний А будут ли разработки нашего университета Использоваться как-то в университетской клинике Казани и нашего Казанского федерального университета И даже говорили, что они смогут излечить рак Ну, по онкологии это отдельный проект Он тоже находится на ранней стадии Очень интересный Инструмент, так же как и ядерная энергия Она может либо быть мирной Либо использоваться в качестве оружия массового поражения Так же и ген Мы можем сделать клетку хорошей Чтобы она заживляла организм А можем внести в нее ген, так называемый, суисоидальный Который очень токсичен И который может убить эту клетку И задача при онкологическом заболевании Это убить опухолевые клетки То есть вот раковые клетки плохие И в нашей лаборатории мы также занимаемся Разработкой методов Как с помощью генной терапии убить раковые клетки Ну и в целом как прогресс? Ну эти исследования на первых стадиях находятся Мы лично считаем, что это будет очень интересно Вот сейчас готовим эксперименты на животных Считаем, что это тоже очень перспективное направление А по поводу университетской клиники Ну безусловно Как вы знаете, с 1 января РКБ-2 стала базовой университетской клиникой И мы с нетерпением ждем Чтобы наладить тесные взаимоотношения С врачами, с клиницистами Которые работают в этой клинике На данный момент мы очень плотно работаем С множеством врачей в Казани Это и в РКБ Ну в первую очередь РКБ Плюс там седьмая больница Вы смотрите программу «Разговор по чесноку» Я ее ведущий Роман Полинсков И сегодня мы разбираемся, что такое генетика В чем ее прелести Что нам ждать от нее И говорим мы на эту тему с доктором биологических наук Профессором кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии Заведующим отделом научно-образовательного центра фармацевтики Альбертом Анатольевичем Резвановым Ну что ж, продолжим наш разговор Мы только что говорили о разработке генных препаратов И хотелось бы поговорить на тему генодиагностики Как она будет происходить? Что вообще это такое? Ну, генодиагностика Если простым языком Вот говорят, что вот у меня Прадед или прабабушка болела Бабушка болела Мама там или папа болел И врачи говорят Ну, наверное, и у вас это заболевание разовьется То есть, в общем-то Если это из поколения в поколение передается То это генетическая предрасположенность Или генетическое заболевание И если раньше, скажем так Этими вопросами занимались больше на Ну, скажем, как-то подбирали на слух, как музыканты То есть понятно, что что-то там не так Но что непонятно То сейчас у врача появляется инструмент Он может провести генетический анализ И выявить не просто, что там мама или папа болел А в чем именно проблема Расшифровав генетический код То есть пациента Как это может быть использовано? То есть, на самом деле Не всякая мутация в геноме Приводит к заболеванию Оно может повысить или понизить Риск того или иного заболевания И врач может посоветовать, например Избегать определенных ситуаций При котором это заболевание При твоем конкретно генотипе Может проявиться Ну вот, например, рак кожи Некоторые люди могут спокойно находиться на солнце А некоторые люди Если они обгорят, например У них может развиться рак кожи Это отчасти тоже обусловлено их генетикой И, ну, пример очень простой Но есть множество заболеваний Где нет такой вот явной взаимосвязи И именно генетика позволит врачам Взглянуть более, скажем так, пристально на пациента И посоветовать ему Как избежать подобных осложнений в будущем Либо То есть они заранее смотрят, что может быть Да, либо когда Ну, сейчас это делается как Человек обращается к врачу, когда уже болен И тут уже врач реагирует на болезнь Пытаясь ее лечить И, конечно же, понять, что за болезнь Очень важно И генодиагностика в этом случае Является одним из инструментов диагностики Уже развившегося заболевания Но самое интересное направление Это как раз, чтобы не дожидаться Когда заболевание разовьется В идеале, в будущем Еще до рождения ребенка У него будет составлен генетический паспорт Который позволит врачу Уже на том этапе предсказать Риски развития того или иного заболевания И, соответственно, уже не дожидаться Пока человек заболеет А уже с рождения правильно вести его Правильно подбирать питание Правильно подбирать лекарственные вещества В общем-то, генодиагностика Призвана именно ответить на эти вопросы Примерно когда мы ее уже увидим? Когда ощутим на себе, можно сказать? Первые на самом деле То есть уже сейчас она существует Но так же, как и первый компьютер Стоил миллионы, миллиарды долларов Или условных единиц Так же и сейчас Пока расшифровка одного генома человека Стоит порядка 10 тысяч долларов Это все-таки еще дороговато Примерно где-то 170 тысяч рублей, да? Ну, побольше 70-100 Ну, да Ну, да Где-то так 700 А, даже так Да, 700 тысяч рублей С математикой Да, да, да И сейчас задача Понизить стоимость Создания генетического паспорта Чтобы он был не дороже 1000 долларов Ну, чем дешевле, конечно, тем лучше Но 1000 долларов Это определенного рода психологический рубеж Психологический и экономический рубеж Когда технология может быть уже широко внедряться в практику Уже сейчас, в принципе, можно по генетическим тестам Предсказать очень много заболеваний Но мы еще должны немножко подождать Чтобы технология стала дешевой, доступной И тогда, я думаю, мы можем ожидать взрыв В этом направлении А что влияет именно на понижение цены Вот этой технологии? Развитие технологий Так же, как и компьютеры Из года в год дешевеют Ну, на самом деле, они не дешевеют Дешевеет их производительность Ну, да Так же и генетические анализы Из года в год тоже дешевеют Вот, например, геном человека Самый первый геном человека Который был расшифрован Занял 15 лет и стоил 3 миллиарда долларов А сейчас он стоит Это занимает 1-2 дня И стоит 10 тысяч долларов То есть вы можете представить Как буквально за десятилетия Техника шагнула вперед И современные технологии В том числе, например, полупроводниковые технологии Которые внедряются в генетику Позволяют все больше и больше Снижать себестоимость этих исследований Хорошо Поговорим о фармакогеномике Что это такое? Ну Слово такое Что-то фарм, что-то Да, фарма, лекарства Что-то лекарственное Геномика, это геномика А теперь вместе Что это у нас получается? Это вот с чего мы начали Индивидуальный подбор лекарственных средств Когда кому-то что-то помогает Кому-то что-то не помогает Вместо того, чтобы на ощупь этим заниматься Можно подвести под эту задачу генетику Как науку И вместо того, чтобы тратить время Пичкать человека ненужными лекарствами Можно просто сделать генетический тест И сказать, что тебе полезно вот это лекарство А вот это лекарство, если ты примешь То ты можешь даже умереть от побочных эффектов Ну, если очень просто объяснить Вот пример фармакогеномики Это употребление алкоголя Потому что алкоголь можно, в принципе, считать Как лекарственный препарат Потому что, ну, он просто воздействует на организм Так же, как и лекарство воздействует на организм И всем известно Ну, это, на самом деле, определенного рода миф Но имеет, в каждом мифе есть определенная доля правды Что, вот, например, азиатские народы Или северные народы не умеют пить Потому что они, вот, стоит им принять алкоголь У них нет фермента какого-то неизвестного И из-за этого они не могут усваивать алкоголь Ну, заменим фермент на любой другой А алкоголь на лекарство И получим то же самое Что некоторым людям лекарство может быть хорошо А некоторым плохо Так же, как алкоголь некоторым людям Некоторые люди могут его усваивать Некоторые не могут Но с чем это связано? На самом деле, не с отсутствием фермента Фермент, этот алкоголь дегидрогеназа Есть у любого человека Просто у некоторых он работает быстро У некоторых он работает медленно А вот быстрый у тебя фермент или медленный Зависит от генома, от генетики То есть, какой аллель, какой вариант гена у тебя есть Так же, как цвет глаз, например Это тоже, в общем-то, закодировано в геноме человека И вот фармакогеномика Это как раз попытка Вместо того, чтобы экспериментально проверять Сработает или не сработает лекарство Сделать анализ и подобрать нужное лекарство с первого раза Примеры таких диагностик уже есть Например, одно из известных и хороших примеров Это варфарин Вещество, которое антикоагулянт То есть, препятствует свертываемости крови В зависимости от нескольких генов Этот препарат нужно назначать в разных дозах И уже сейчас есть генетические тесты Чтобы предсказать, какую дозу варфарина Желательно назначить пациенту С каждым словом генетика все больше и больше меня интересует Потому что, говорите, предсказать, предсказать Такие вот медицинские экстрасенсы Или что-то такое ясновидящее Если можно сказать так Наука, наука Раньше предсказания То есть, многие научные, естественно Особенно, естественно, научные вещи Считались либо чудом, либо колдовством Ну, сейчас это уже объясняется Ну да Насколько я знаю, вы занимаетесь вместе с Росфондом Ну, не только вы, ваша команда Над созданием банка костного мозга В чем его суть будет, этого банка? В общем-то, все знают, что При пересадке костного мозга Нужно найти совместимого донора То есть, чтобы организм пациента То есть, рецепиента Не отторг тот костный мозг Который будет пересажен от донора На самом деле, вот этот механизм отторжения Я в детали отдаваться не буду Но он также закодирован в нашем геноме И чтобы не проводить То есть, не убить случайно пациента Попытавшись пересадить ему Неправильный костный мозг Можно сначала провести генетический анализ И если генетический анализ показывает Совместимость донора и рецепиента То трансплантацию проводить можно В данном случае даже не нужен костный мозг Достаточно взять просто обычную кровь У потенциального донора То есть, это относительно безболезненная процедура Берется буквально меньше, чем 1 мл крови Проводится на этой крови генетический тест И данные генетического теста Закладываются в специальную защищенную базу данных И когда возникает необходимость для трансплантации В этой проводится анализ пациента И компьютер смотрит, нет ли в базе данных Совместимого донора И уже потом этот донор вызывается И если он готов действительно стать донором То проводится более расширенный генетический тест После чего возможна трансплантация Ну вот сейчас как идут дела с этим С банком? Да, сейчас университет участвует Пока в этой благотворительной акции У нас протестировано 24 потенциальных донора И эти доноры впервые от Татарстана Внесены в большой реестр по Российской Федерации И мы надеемся на дальнейшее расширение Этого сотрудничества Хорошо, ну и последний вопрос Перспектива генетических исследований Что нам еще ждать? Может там какие-нибудь масштабные Такие разработки будут? И на ваш взгляд Какое место занимает Казанский федеральный университет В этих разработках Как в России, так и в мире? Все те области генетики Которые мы сегодня обсудили Это и генодиагностика И фармакогеномика И генная терапия Ожидаю, что в ближайшее время Они все больше и больше Будут внедряться в медицинскую практику Казанский университет В общем-то очень неплохо выглядит На мировом фоне К слову сказать В мире существует сейчас Только четыре разрешенных К применению Еще один предварительно разрешенный препарат Ну пусть будет пять препаратов Генных разрешенных К клиническому применению Первые два были сделаны в Китае Третий в России Я к нему сейчас вернусь Четвертый и пятый в Европе Ну так вот Как вы видите Россия является одним из пионеров В области создания генных препаратов Потому что это Третий в мире Первый в классе Первый в Европе Лекарственный препарат И мы работаем с этим индустриальным партнером По созданию нового поколения лекарственных средств То есть мы работаем в очень крутой команде специалистов Которые И надеемся, что в ближайшее время Начнем Доклинические и клинические исследования Нового поколения лекарственных препаратов На основе генной терапии Это очень замечательно К сожалению, время нашей программы подошло к концу Большое спасибо за такой интересный рассказ про генетику Я напоминаю, друзья, то, что с нами сегодня был Альберт Анатольевич Резванов Доктор биологических наук Профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицинной биологии Спасибо за то, что вы нашли время и пришли к нам Было очень интересно Надеюсь, вы, друзья, подчеркнули много нового Из сегодняшней программы Ну на этом все Я с вами прощаюсь Меня зовут Роман Полинсков Увидимся на следующей неделе До свидания